Тоже нужно взять билет, самый дешевый, вот возле каждого места. И снова на нас льется вода. Он весь мокрый. Субтитры сделал DimaTorzok Идет одно из популярных новогодних шоу с касатками. Билеты на шоу мы купили заранее. На официальном сайте Москвариума есть раздел шоу. Вы заходите, выбираете, какое представление будете смотреть. Нажимаете кнопку купить билет. И появляется достаточно понятная схема. Выбираете дату. Есть три промежутка временных, в которые проходит представление. Вы выбираете подходящий вам. И выбираете, какие места для вас подойдут. Разлет цен от 1000 до 5000 рублей. Я не включаю VIP-зону. Я не знаю, сколько она стоит. А все остальные, в принципе, доступны. Обратите внимание, что места, расположенные через один, это на период пандемии такие ограничения работают. Но это не значит, что если вы пойдете с семьей, вам придется сидеть через одного. Мы сидели все вместе. Мы выбирали места между сектором А3 и сектором Б1. В первом ряду, во третьем. Либо во втором. Ну, на тот момент были во втором ряду билеты за 3000 рублей. В конечном итоге победил первый ряд. Но насколько это оптимально, расскажу чуть позже. От компании, в которой работает глава нашего семейства, у нас была 10% скидка. Итого мы заплатили 9450 рублей для троих взрослых. Но на входе нас ждал один интересный нюанс. На ребенка тоже нужен билет. Просто приобретайте любой билет на ребенка, сажайте его на руку. Оказывается, для того, чтобы ребенок маленький попал на представление, тоже нужно взять билет самый дешевый. Вот мы срочно его сейчас покупаем. В конечном итоге наши билеты стоили нам почти 12 тысяч рублей. Не такие уж и маленькие деньги. Само представление длится полтора часа. Для Дона Никитона это первое такое долгое представление. И, если честно, я немного переживала, что ему станет неинтересно сразу где-то на середине. Заполненность зала была совсем низкой, потому что будний день, это среда, 11 часов дня, карантин. И, я так понимаю, относительно недешевые билеты. На первых рядах возле каждого места лежат вот такие вот полощи. По всей видимости, на нас будет не кисло. Накрывать водой. Надо надевать себя. Сразу спойлерну, что сидеть все представление в этих пакетах нет такой уж серьезной необходимости. Когда стоит их надеть, вам обязательно дяденька такой серьезный в костюме подойдет и скажет. Программа, как я поняла, ориентирована все-таки преимущественно именно на маленького зрителя. Потому что все время действие происходит не только в бассейне, но оно периодически переключается в зрительный зал. Помимо этого, используются различные декорации, которые летают в воздухе, падают в бассейн. Очень красивые костюмы у актеров. В общем, постоянно какое-то движение, достаточно энергичная музыка. Вы видите, как Дон Никитон не мог усидеть спокойно на месте и постоянно подтанцовывал актерам. Сам Дон Никитон, если обратите внимание, был достаточно весел на протяжении всего представления. На самом деле, весь этот поход был, по большей части, исключительно только ради его эмоций. Потому что, если бы не было у нас малыша, мы на это представление, скорее всего, и не пошли бы. Само представление длится полтора часа. Если честно, мне казалось, что для Дона Никитона это будет вообще совершенно невыполнимая задача. Но, тем не менее, на удивление, он все эти полтора часа высидел. Плюс еще помогла стратегически взятая с собой упаковка кукурузных палочек. Ну, правда, вот Дон Никитон в какой-то момент немного заскучал и решил это время посвятить небольшой операторской съемке. Я вам не вру, и буквально вот эти два кадра, это то, что снял мой сын. В конечном итоге, как вы видите, мы все-таки пересели на второй ряд сектора поближе к центру. И это было неспроста, потому что на первом ряду вот эта перекладина, которая перед нами, она закрывала абсолютно весь вид. Для Дона Никитона ему не было видно абсолютно ничего, что происходило на сцене. Поэтому делайте выводы, конечно, сами. Очень здорово построена работа актера в том плане, что действие происходит не только в бассейне, но и еще постоянно переключается в зрительный зал. А вот еще и периодически удавалось ухватить какие-то то пять от снежного человека, то воздушные поцелуи от снегурочки. То есть актеры выбегают и сзади, и ходят постоянно между рядов, и какие-то действия происходят. Увидеть это, как Дон Никитон на это реагировал, было просто потрясающе. А куда он пошел, да? Да что там идет назад, смотри. Преимуществом того, что мы пришли в будний день и заполненная зала была не такой уж большой, стало то, что актеров, которые выходили для работы со зрительным залом, было относительно зрителей такое большое количество, что практически каждому ребенку в зале по несколько раз за представление предоставлялась возможность получить внимание актеров, поддержать их маракасы, как бы не странно это сейчас звучало, пообщаться со Снегурочкой, с Дедом Морозом, с другими актерами, даже родителям детей были развлечения. В общем, в конечном итоге, то, что в зале было немного людей, сыграло на руку многим детям. Глядя на то, как Дон Никитон реагирует на актеров, которые не подходят к нему, я представляю, как расстроились бы многие дети, если бы к ним кто-то из актеров не подошел. Два ключевых гвоздя программы, лично я считаю, что всю остальную программу можно было бы убрать. Это выступление дельфинов и выступление касат. Все они выпрыгивают из бассейнов, и самая прелесть этих бассейнов в том, что есть вот такой прозрачный бортик, где можно видеть их движение под водой. Это очень захватывающая история, и мы постоянно следили не только за тем, в каком месте они выплывут, но и сколько раз нам удастся увидеть, как они проплывают под водой мимо нашего ряда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом выступлении я, можно сказать, видела все, и как Дон Никитон качает под рэп, и Снегурочку с самых неожиданных ракурсов. Ну и рейф-пати, опять же-таки своего сына. Китарок-звезда просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое, конечно, легендарное и эпичное – это выступление касаток. И вот здесь вот как раз перед ними рекомендуют секьюрити надевать плащи, чтобы вас не облило. Это особенно для тех, кто сидит на первых двух рядах. То, как эти здоровенные махины вылетают из воды, падают вниз, и какой фонтан от этого раздается во все стороны. Это, конечно, дорогого стоит. Я сама лично визжала, мне кажется, больше, чем дети в зале, от восторга, от того, что у нас есть возможность ощутить это в гораздо большей мере. Как раз-таки за счет того, что вода летела прямо на нас, и некоторые из ее кусочков даже нас доставали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы мы сидели на первом ряду, как мы и планировали это сразу, мы бы уже все мыли мокрые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, уплыли касатки. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова на нас льется вода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конечном итоге мы увидели, что здесь работают абсолютно все зоны. То есть даже та зона, которая между креслами и бассейном, заиграла совсем новыми красками, когда кульминацией завершения этого представления на нас еще палился и фонтан. Это очень захватывает и добавляет эмоции и ощущения от предыдущего всего выступления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу сказать, что плащи вообще не лишние. И очень круто, что мы перейдели на второй ряд, потому что первый... Он весь мокрый. Вы посмотрите просто. У второй тоже, но он, ну, по крайней мере, мы... Ну, это не сильно. Сравнить второй ряд и первый ряд. Очень круто, что все работает. То есть все вот эти вот моменты, связанные со сценой, вот здесь вот все. Вот здесь все, вот это вот фонтаны, которые брыжут и бурлят. В общем, это на самом деле достаточно хорошо технически проработанное шоу. Где-то затянуто временами, но в целом хочу сказать тот факт, что Дон Македон продержался на одном месте полтора часа. Но это хорошо. Достаточно технически оснащенное шоу, работают на самом деле все зоны, поэтому сложно сказать, какое из мест там самое лучшее. Просто все зоны не остались без внимания абсолютно. Где-то проходили конкурсы, где-то выходили сзади постоянно актеры. Почему-то и можно пойти еще и сходиться. Мы на самом деле получили огромное удовольствие от того, как Дон Никитон продержался до самого конца. Сколько впечатлений он получил, сколько своих впечатлений он подарил нам. В общем, в конечном итоге дороговато, конечно, но не настолько, чтобы прям совсем не посещать такие события. Я надеюсь, этот выпуск был интересен для вас, полезен. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие видео, если еще не видели. И обязательно увидимся с вами в следующих выпусках. С вами была Яна Алексеева по наехавшей влог. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok